Всем привет народ, с вами Варчик. В этом видео посмотрим бой на карте Фьорды. Это реплей подписчика, попросил посмотреть и рассказать чисто ошибочки без всяких там подкольчиков. Итак, без подкольчиков, чисто про ошибки. Что было не так, как исправлять. Итак, во-первых, я уже не первый раз смотрю реплей данного игрока и уже заметил закономерность. Основная ошибка, прям глобальная, массовая такая, одна самая такая плотная и большая, огромная, называется следующим образом. Неправильное использование игровых механик, то как интерфейс и механики настроены, как ими нужно пользоваться, все неправильно, неудобно. Из-за этого результат и качество геймплея и в принципе качество отыгрывания всех моментов плохое, слабое. Смотрим первый момент и наш игрок отдаляет зачем-то очень сильно камеру, этого делать не нужно. Камера должна быть возле танчика, максимум отдалена вот так, либо так, либо так. Самое удобное, вот, камера находится возле танчика и все. Удобно берем врага на автоприцел, если нам надо. Если хотим проверить, можем мы стрелять по врагу или нет, заходим в прицел, смотрим, что он находится весь за рельефом. Значит мы на автоприцеле попадем в землю, значит сейчас стрелять нельзя. Значит можно не брать на автоприцел, а просто стрельнуть ему в голову, развернуться уже вниз, нужно стрелять в него и заезжать дальше. Потому что это начало боя и мы едем в агрессивную позицию. А это значит, что сюда могут в этот момент наехать куча врагов. И мы должны быть готовыми не только к этому АМХ-12, но еще и к другим врагам, которые могут посыпаться сверху. А чтобы противостоять им, нужно уже сразу заранее занимать позицию, чтобы нас рельеф скрывал уже от следующих врагов. А стоять вот здесь или кататься здесь плохо, потому что мы можем получить урон слева, сверху и арта сюда тоже прокидывает. Поэтому мы должны поджиматься вдаль, чтобы нас бугры прикрывали и мы уехали с лишних прострелов. Карта фьорды для правого нашего респа, с которого мы играем, очень плохая, потому что в любое направление, которое мы поедем, для нас оно слабое. На нем тяжело показать результат, потому что карта дисбалансная и все направления у нас плохие. Но есть один вариант, когда мы упарываемся в центр с первой минуты и здесь, если враги нас не задавили, мы можем разыграть хороший бой. Что в принципе наш игрок в этом бою и покажет. Но это очень рискованная тактика, которая 50 на 50, как сработает. Но в целом эта карта, изначально, если вы попали на этот респ, вы уже практически, можно сказать, что проиграли, что бы вы ни делали. Поэтому рискнуть на центре стоит, чтобы иметь возможность хотя бы 50 на 50 выиграть, чем вообще ничего. Про этот респ я рассказал, что нужно делать я рассказал. Теперь смотрим, что делает игрок. Он берет врага на автоприцел и стреляет в тот момент, когда у нас задирается пушка на рельефе. У нас орудие задралось на рельефе, потому что мы едем по бугру, враг находится в яме и мы стреляем мимо в этот момент. Это неправильный выстрел, так делать нельзя. И нужно заходить в прицел и проверять. Опускается у нас пушка, не опускается у нас пушка. Видно врага за рельефом, не видно врага за рельефом. Когда камера находится хрен знает где и на ходу стрелять по кочкам, это неправильно. Это очевидно, что стрельба, к которой не приложили вообще нисколько усилий. Плюс еще мы ошибаемся. Мы едем в простреле по центру. Здесь всегда куча танков вражеских ездит в начале боя. И нам везет, что там сейчас никого нету. Также здесь еще враги могли уже выезжать. И арта могла в нас стрелять. Но мы едем по бугру. Тут что-то падаем и стреляем на автоприцеле. Заходим зачем-то в прицел, стреляем на автоприцеле. Выходим из прицела. Камера у нас перекручивается. Заходим назад, стреляем. Чуть-чуть таранимся с врагом. Союзник приезжает, нам помогает. И все это время мы находимся, во-первых, в простреле арты. В простреле танков, если бы они сюда приехали. Также еще, если бы тут танки чуть поддавили, они тоже по нам бы стреляли. Но, слава богу, мы в яме и враги в нас, в принципе, здесь не могут хотя бы с одной стороны стрелять. Нам нужно было просто ехать по этой дорожке вниз. И ехать по этой каналке, поджиматься под бугор. И все это время стрелять по врагу. И не стрелять по кочкам, когда мы едем. Очевидно, когда мы едем по кочкам, пушка опускается и поднимается. И нормальной стрельбы в этот момент не будет. Но наш герой именно в этот момент и нажимает выстрел, который и был плохой. В принципе, сразу же миллиард ошибок. Все потому, что мы плохо пользуемся теми механиками, которые разработчики нам сделали, чтобы нам было удобно. Но наш герой как раз таки пользуется всем так, чтобы было неудобно. Во-первых, чтобы хорошо стрелять, нужно проверять врагов, видно их или нет. Заходим в прицел, посмотрели, если из-за рельефа враг не торчит, то, ну, очевидно, его не видно. Очевидно, что и нас не видно. Также нужно думать не только про того врага, который перед нами, но и про следующих, которые могут появиться, особенно если мы играем агрессивно. Также сейчас будет следующий момент. Мы заходим в прицел и все. Мы уже потратили слишком много времени. Все следующее время, сколько мы находимся в прицеле, оно уже лишнее. Именно столько времени нам нужно было потратить на то, чтобы определить, есть прострел на врага или нет. После того, как мы определили, прострел есть или нету, если есть, стреляем, если нам это нужно. Если нету прострела, выходим с прицела, смотрим, что происходит вокруг, смотрим на миникарту, проверяем следующих врагов, если они где-то появились. И занимаемся следующими событиями в бою, которые происходят, которые мы должны сразу замечать на миникарте. Но наш герой уже потратил слишком много времени, которое можно было бы потратить на что-то другое. Как быстро проверить, есть ли прострел на врага? Еще до того, как мы вошли в прицел, мы уже много времени потратили. Этот игрок давно смотрит мой канал, но почему-то не знает, что чтобы проверить прострел на врага, не нужно заходить в прицел и сидеть там что-то юлозить. Покрутили вот так вот вокруг врага прицелом. Если контура нету, то и прострела нет. Все, даже в прицел не надо было заходить, чтобы понять, что нет прострела. Но мы сидим в нем. Вышли, зашли опять, мы ищем прострел, которого нет. На миникарте засвечивается танк, а мы должны были в это время не этот танчик высматривать, а на миникарту смотреть. Засвечивается танк, и нам нужно просто посмотреть прицелом, покрутить. Контур есть, значит и прострел есть, значит перед ним нету никакого укрытия. И мы можем либо слева от бортика выезжать стрелять, либо справа выехать стрельнуть и спрятаться за укрытие. Мы просрали урон. И также, может быть, мы могли обновить засвет этого танка, чтобы союзники по нему постреляли. А может быть, там кто-то есть еще. И мы такое событие, как пострелять в Супер Халкета, уже пропустили. Потому что очень много времени потратили на выцеливание какого-то там полудохлого чувака. И снова мы долго ищем прострел. Вот, просто покрути прицелом. И ты быстро поймешь, что прострела нет. Но ты до сих пор сидишь, тратишь время. О боже, на С2-Э есть прострел. Даже не пришлось ничего делать, просто он едет полностью открытый. Но посмотрите, насколько плохо мы стреляем. Мы стреляем в Х2 на 424 метра. Мы должны стрелять с Х8 и должны стрелять в середину жопы. Почему? Потому что в игре есть ВБР. ВБР делает каждый выстрел нестабильный. Поэтому каждый наш выстрел должен быть максимально четкий. Если мы еще и сами стреляем не четко, то мы ухудшаем, помимо того, что ВБР еще ухудшает нашу стрельбу иногда, еще и мы сами ухудшаем нашу стрельбу. И шансы наносить урон уменьшаются в разы. Потому что не только ВБР снаряды порит, но еще и мы сами. И мы видим, что в принципе, если посмотреть, как данный игрок играет в World of Tanks, вот сейчас выстрел вообще мимо танка, ну, вот так вот данный игрок пользуется механиками игры. Уже можно было бы давным-давно колесиком накрутить любой Х столько много времени, как бы действовал сильный игрок. Еще до обхождения в прицел проверил бы, есть контур. Зашел в прицел, накрутил Х, проверил откуда докуда есть прострел, выбрал бы середину, стрельнул, вышел с прицела, посмотрел вокруг, что происходит, ничего не происходит. Посмотрел на мини-карту, тут Супер Халкетики светились, их можно подсветить еще раз, пострелять в них. Потом, когда следующий снаряд зарядится, можно зайти опять в прицел, выбрать середину танка, стрельнуть, выйти. Не нужно сидеть в прицеле. Сильные игроки не сидят в прицеле. Это одно из главнейших отличий слабых игроков от сильных. Слабые сидят в прицеле, не следят за боем, не реагируют на какие-нибудь события в бою, когда кто-то где-то светится. Не проверяют контур и прострел врага. За счет того, что они все это делают очень медленно, они отстают, реже реагируют на происходящее в бою. Меньше наносят урон, меньше светят, меньше участвуют в бою и самое что главное, в целом, хуже влияют на исход боя. Продолжаем смотреть, что наш игрок делает. Он сидит в Х2 и на 420 метра тут мимо танка стреляет, периодически нанося урон. Уже можно было бы не только в ИСа пострелять, но еще и в Супер Халкетикл и может быть даже там еще кто-то появился. Но мы стоим тут ждем. Итак, сейчас смотрим сколько же много времени потребуется, чтобы попасть в ИС-2Э. И сколько бы потратил бы времени на это я. Берем просто наш прицел посреди экрана и вот так вот юлозим по врагу и смотрим, что здесь враг начинается и здесь снизу враг начинается. Значит выбираем точку между и все и стреляем. На это надо буквально 2 секунды. Наш герой из Х2 тратит вот столько времени, чтобы стрельнуть. Он стреляет во-первых вообще мимо танка, потому что даже не проверил где враг, где его контур начинается, где заканчивается, откуда докуда можно выбирать место, куда по нему стрелять. Потому что наш герой вообще не пользуется таким вот способом проверки контуров. Мы сейчас могли вообще перевернуться. Но мне почему-то кажется, что данный игрок не особо о чем-то переживает. Выезжает у нас ОИ, мы по нему стреляем. Тут с Х2 попадаем четко в Халкета. Иногда просто удивляюсь, насколько с Х2 хорошо. Но иногда наш герой прицеливается. Вот сейчас тоже будет хороший выстрел. Два раза подряд прям в середину стрельнул. С Х2 через полкарты. Но в стоячие танки мы почему-то мимо целимся. Это говорит о том, что нам как минимум неудобно. И мы все это делаем долго, неудобно и неправильно. Опять мы выезжаем ИС-2 и ищем на него прострел. И вот столько много времени это у нас занимает. Это ужасно. И в итоге мы стреляем мимо врага. И только благодаря ВБРу бы наносим урон. Это просто ужасная игра. И ужасное использование механик World of Tanks. Нам в жопу стреляет Супер Халкет. Причем он светится уже какое-то время. Он не попал. И он будет скоро стрелять еще. Но наш герой не смотрит на миникарту. Потому что у него нет привычки после каждого события смотреть на миникарту. Удивительным чудом еще у нас гусеница чинится просто мгновенно. При том, что герой не сказать, что показывает какие-то чудеса реакции на протяжении всего боя. Но тут ремка у нас используется максимально мгновенно. Не удивлюсь, если весь экран у нас в каких-нибудь модах, автопочинках и остальной билиберде. Конечно же я надеюсь, что игрок сам быстро нажал починить гусеницу. Но почему он тогда не реагирует на Супер Халкета, который до сих пор нам в жопу стреляет? Получаем от КВ-2 просто так. Потому что стоим перед ним в простреле. И стоим в Х-2, целимся вперед. При том, что нам в жопу только что Халкет стрелял. Там еще у нас хорн сзади засвечивается. И мы на это не реагируем. Хотя могли бы выйти с прицела, повернуть свое лицо, проверить контур. Есть прострел, нужно работать, нужно действовать, нужно что-то делать. Мы бездействуем и не реагируем ни на что. Наш уровень влияния на бой очень слабый. И здесь, в этом бою мы хоть какой-то хороший результат сделали. Только по одной простой причине. Потому что мы поехали в рискованную тактику, которая работает, когда повезет. И нам повезло. При том, что мы играли вот так вот. И здесь на нас упаруется Супер Халкет. И он выезжает. Мы берем на автоприцел, стреляем. И опять мы ездим по этим всяким разным скалам. И все равно не боимся в этот момент стрелять. Очень плохо взаимодействует наш герой с рельефом. Очень плохо наш герой взаимодействует с своим танком в поставлении ромба. И это мы еще не один раз увидим в этом бою. Еще вроде бы аж два раза мы увидим, как неправильно корпус выставляется. Супер Халкет выезжает. И он тоже какой-то такой себе. Он выезжает, куда-то там начинает крутиться, стреляет мимо. Мы на автоприцеле за счет более быстрого КД стреляем. И сейчас Халкет уже заряжен, но он ошибается, потому что далеко отъезжает. Хорошо, что после того, как мы стрельнули, мы хотя бы отъезжаем в укрытие, чтобы зарядиться. Супер Халкет заряжен и выкатывается, и стреляет по нам. И наносит легко урон, потому что мы неправильно борт выставили. Мы его прям сильно перекрутили влево. Мы должны были ромбовать, прятаться за укрытие, что-то делать. Но мы врагу подставились максимально, чтобы он продамажил. Прямо чтобы было легко. При том, что враг вообще никакой. Если бы мы хоть как-то постарались спрятать свой танк, скорее всего он бы и не попал бы опять. Потому что он не очень. По нему это видно. Постреляли по Супер Халкетику, убили его. Не зарядили фугасы на Супер Халкета. Хотя любому, наверное, очевидно, что Супер Халкет пробивается любыми фугасами. Мы не сбивали ему каток. Хотя они легко у него сбиваются. И если бы мы сбили Супер Халкету каток, могли бы просто потом от борта встать от камня и сбивать ему каток по КД. Держать его на гусенице, а сами прятаться за укрытием. Но этого наш герой не умеет. Потому что у него проблемы с взаимодействием с окружающей средой на карте. С поворачиваниями корпусов правильно. Выставлять вообще корпус своего танка, ромб и так далее. Да и в принципе видно порою, что игроку вообще насрать какой там рельеф под нашим танком находится. Ямы, скалы, вообще похер. Едет как есть, стреляет как есть и все. Замечаем на миникарте Носхорна, который засветился далеко. Первый раз, когда наш игрок вовремя на карте что-то заметил, но прострела там нет. Но даже не нужно было поворачиваться, чтобы понять, что нет прострела. Поворачиваешь лицо, проверяешь прицелом, контура нет, значит и прострела нет. И не нужно разворачивать танк, ехать туда, подъезжать к дереву, смотреть туда. Там нечего смотреть. Прострела нет. Все очень легко проверяется. При этом КВ-2 катается вот здесь между домиков уже наверное минуту. И мы вообще не реагируем. Только сейчас таки. О, КВ-2. Но наш герой думает, что КВ-2 наверное на соседней карте. Он не понимает, что КВ-2 прям перед носом. Вот, проверь прицелом. Вот он. Заходи, стреляй, убивай. Уже можно было раза четыре в него стрельнуть за все это время. И в этом бою очередной раз видно и в прошлом реплее, который мне присылал этот игрок, видно, что использование всех механик игры неправильное. Нужно это исправлять, чтобы играть лучше. Первый раз мы обратили внимание на рельеф и не стрельнули, когда пушка торчит вверх. Это хорошо, но это уже в принципе не особо спасает положение. И сейчас снова показывает наш игрок, что он не особо дружит с геометрией. И нужно было танчик подогнать под камень, выставить бортик вдоль укрытия, стрелять в гусеницу. Для того, чтобы пушка врага не видела наш дальний каток, когда мы выезжаем стрельнуть. Соответственно, если подумать геометрически и вообще как-то в голове картину вообще боя представлять. Когда мы играем от борта, часть танка, которая торчит из-за укрытия для врага, меньше, чем когда мы выезжаем лицом на него. Потому что от пушки до гусеницы расстояние намного больше, чем от пушки до борта. Когда мы играем рамбуя бортиком. Но если бы КВ-2 был бы заряжен, он бы нас убил в гусеницу. Но КВ-2, слава богу, там не заряжен. И все моменты, которые есть в бою, в этом, показывают, что наш игрок играет вот лишь бы как-нибудь, не вдаваясь в подробности. У нашего героя 11 тысяч боев. Недавно смотрели реплей чувака, у которого 3 500 боев. И тот уже более-менее механиками игры пользуется нормально. Но наш герой при 11 тысячах всем, что есть в игре, пользуется тяп-ляп. Проверять контур, есть прострел или нет, этого игрок не делает. Смотреть на миникарту и реагировать на каждое событие в бою, тоже такого нет. Адекватное выцеливание с нормальным иксом, такого тоже нет. Очень большие проблемы с ромбованием, танкованием, с рельефом, позиционированием танка. Все очень плохо. Сейчас у нас ФВ-304 получил урон, это видно. И протыкал по острову, сигнализируя, что враг там. Мы, как обычно, вообще вот, просто так вот едем на Абум. Приехали, там где-то враг. Че мы сюда приехали, у нас 24 хп. У нас есть союзник, у которого есть хп. Пусть он едет, что-то делает. Мы приехали перед врагом, стали, стоим, ждем, когда сдохнем. Стали, стоим, он заряжается, стреляет, мы умираем. Че мы сюда приехали, я вообще не понимаю. Мы должны были стоять с кустика и ждать, когда враг сам засветится. Для того, чтобы играть хорошо и достигнуть какого-нибудь уровня игры, нормального, адекватного, нужно для этого приложить какие-то усилия, потратить на это время. 10 тысяч боев было сыграно в эту игру данным игроком. Приличный промежуток времени. И даже если не особо вникать, то хоть как-то начинать играть удобно, хотя бы для себя, уже можно было бы. При том, что ты смотришь мой канал давно, насколько я понимаю. Неужели просмотр моего канала и такое большое количество разбора реплеев, рассказ про все ошибки, как их исправлять, неужели ничего не откладывается, не отпечатывается на твоей игре? Потому что абсолютно такое ощущение, что ты ни разу не видел ни одной ошибки и не знаешь, как их исправлять, потому что такое ощущение, что ты вообще не в эту игру играешь. Поскольку за 10 тысяч боев неправильно пользоваться всеми механиками игры странно. Пора бы уже, наверное, начинать пользоваться ими правильно. Но для этого нужно приложить хоть какие-нибудь усилия. С вами был Арчик, арать красиво. Всем пока.